Продолжение следует... Здесь первое, что необходимо сделать, это идею. Сначала предложить, как точку А связать с теми точками, которые уже имеются. Для этого я предлагаю вам построить диагонали. Вот таким вот образом. Так, диагональ. И вторая диагональ. Синяя у нас линия построения. Диагональ А, С. На фронтальной плоскости ее нет, и мы ее построить не можем. Диагональ Д, Б. Мы ее можем построить на фронтальной плоскости проекции. Вот она. И точку пересечения диагоналей мы тоже можем построить. Эта точка должна лежать вот здесь. Давайте теперь подумаем, что мы имеем. Это одна точка, вторая точка. Теперь давайте посмотрим на диагональ А, С. Диагонали А, С принадлежит точке А, С и вот эта точка. Ну, чтобы мы ее безымянно не называли, давайте мы ее обозначим. Это будет точка 1 проекция 1, а вот здесь точка 1 проекция 2. Итак, у нас есть две точки 1 и С, через которую проходит диагональ А, С. Можем ли мы эту диагональ построить на фронтальной плоскости проекции? Да, можем. У нас тоже есть С, у нас тоже есть 2, 1 проекция 2 и вот эта диагональ. Даже чуть-чуть надо дальше. Вот так. Ну, я хочу точно ее построить, чтобы она ровненько проходила через точку. Вот так. И теперь давайте подумаем. Точка А лежит на диагонали. Вот наша диагональ. Можем точку А построить? Можем. Построим линию связи и найдем положение точки А. Вот эта точка, что у нас получилась, это и будет проекция точки А, которая называется А проекция 2. Исправлю. Проекция 2. Ну, а теперь давайте подумаем, а можем ли мы теперь построить четырехугольник, тот, который мы хотели вначале. Да, конечно, можем. Точку мы имеем А. Теперь осталось соединить А с Д и соединить А с Б. Соединяем. И получилась у нас проекция фронтальная четырехугольника А, Б, С, Д. Задача решена.